И всем привет, ребят, с вами Мистер Майк, и с вами записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен новому трофеечеку, который уже набили в нашей замечательной игре. Если вы ждали подобного рода видеоролик, то обязательно не забывайте поддерживать его лайком, не забывайте подписываться на этот канал, ну и, конечно же, не забывайте участвовать в его розыгрыше на 3 миллиона кристаллов на 20 тысяч танкоинов. Для этого настройка игры в аккаунтике установите ему личный тег. Тегтимпэ, дальше оформляйте покупку в магазине, ну и запланировайте форму, которая есть в описании. У нас вышел видеоролик у Калибра, ссылочку на него, конечно же, оставляю в описании. Все трофейные устройства у него набиваются, либо сам он набивает, либо набивают его друзья. С ним мы уже видеоролик записывали, когда он набил тоже один из трофеев. Ну и вчера у него появился видеоролик с Феникс и Зидой. Давайте же посмотрим, что она делает. Посмотрим на то, насколько она вообще жестко работает, да, и насколько же это все-таки имбовое устройство. Не побоюсь этого слова, потому что это реально выглядит как суперсильная имба. Здесь видеоролик у нас на 3 минуты, где изначально видно, что он забирает как раз-таки тот самый заветный трофей на Изиду. Ну и здесь есть вопрос в видео, правда ли Орех тогда тестировал ту самую Изиду с трофеями, которую мы уже видели. И могу вам быстро заспойлерить. Да, это так. Это та самая Изида на дальность, которая при этом еще и имеет очень много дополнительных функций. Одна из функций это вампиризм, хил здоровья от противника с этой Изидой работает, при этом лечение у Изиды с дефолтными параметрами, то есть оно не занерфлено. Недостатков у этого устройства нет от слова совсем, просто их нету, да, то есть скорость зарядки, все как у дефолтных Изид, только вот дальность Изиды такая же, как была дальность, когда Орех тестировал эту Изиду. Вы просто посмотрите на эту дальность, просто посмотрите, она в два раза больше, чем у дефолтной Изиды, да, то есть вы просто позырьте на эту дистанцию, которую эта Изида может тянуть, да, просто. Вы видите это? То есть это Изида без Викинга Овердрайва, если мы возьмем Изиду плюс еще Викинга Овердрайв, то вы просто вдумайтесь, какое расстояние будет, какое будет расстояние Овердрайва этой Изиды, да, просто вдумайтесь, это жесть. Ну и дальше, это еще не все, да, то есть дальность есть, вампиризм есть, лечение есть, и дальше у нас еще есть функция. За килл вы получаете дополнительный баллон, то есть вот вы видите, сейчас баллон у него заканчивается, сейчас он делает килл, делает килл, бам, и больше половины баллона восстанавливается. Сверху, то есть это плюс еще одно устройство, которое у нас восполняет баллон за уничтожение танка противника, это устройство у нас также есть в игре за кристаллы, то есть включает в себя целых три функции это устройство, если сравнивать другие трофейные устройства по типу там страйкера, молота, но молот мы не полностью, конечно, раскрыли, что там у нас еще было. Я уже даже, если честно, забыл, что там было еще. Что у нас было еще? Скорпион, да, то есть если сравнивать эти устройства, то Изида в этом плане выглядит явно жестче. Сто процентов она выглядит жестче, чем те устройства, которые были трофейные до этого. Возможно, это связано с тем, что на Изиде особо большое количество игроков не играет, да, либо же Орех там смотрит какие-то математические функции, ну, либо он просто сделал супер имба трофей, и все трофеи после этого будут также очень и очень сильные. Поэтому, если кто-то вдруг играет на Изиде, кто-то бьет сейчас на этот трофей, то знайте, что это лютая имба сто процентов, которая, ну, того стоит. Да, то есть если бы я был бы Изидоводом, я бил бы сейчас трофей, после увиденного такого видоса, моя бы мотивация бить бы трофейную Изиду была бы просто икс тысяча. Да, то есть вот как, например, тогда страйкер вышел, и у меня мотивация, наоборот, упала, потому что я увидел, что это не сильное устройство. Но если бы я бы тогда бы тоже бил бы страйкер и увидел бы какую-нибудь вот такую подобную имбу, которая включает в себя большое количество устройств вместе в одно, да, то есть еще там дальность, еще какую-то функцию, да, дополнительную. То есть, ну, приколите, если бы такое было на страйкере, да, то, очевидно, я был бы еще больше замотивирован на мить как можно быстрее это устройство, да. Поэтому если вы бьете на Изиде, я считаю, что это лютое имба, да, то есть вот еще один килл, еще больше половины баллона восстанавливает это устройство. Ну и в принципе здесь все эти плюсы и написаны, да, по сути это все, что у нас есть, это новое лютейшее имбовое устройство. Только чтобы его получить нужно набить 5 миллионов очков, да, 5 миллионов очков. Я уверен, что будут те игроки, которые будут набивать это устройство после увиденного видеоролика, и они будут 100% правы, да, чтобы его набивать. Трофейное устройство не подразумевает нерв, да, то есть орех его, ну, по моей логике не должен трогать от слова совсем вообще, да, то есть вот в каком оно виде вышло, такое оно должно быть всегда, всегда. И в таком виде, в моем понимании, это устройство имеет очень жесткий вес, и оно будет 100% работать, да. Я не знаю, что будет с викингом под это устройство, но мне кажется, что это будет под викинга аудишку, прям вообще лютейшая имба. Потому что вот я относительно недавно записывал викинга и зиду с вампиризмом, да, а тут вампиризм, дополнительная дальность, еще хил противника, и еще за каждый килл у тебя восполняется баллон. То есть у тебя вечный баллон на изиде с вампиризмом и с дальностью через всю карту, просто через всю карту. То есть если будет у тебя средняя какая-нибудь карта, ты под аудишкой можешь от одной базы, например, песочницы, до другой базы песочницы с края, вот, например, вы стоите, вот, у вас песок, вы стоите на этом краю, и противник на этом краю, вы через всю дистанцию с этой изидой будете доставать. Жесть, просто жесть. Поэтому пишите, что вы думаете по поводу этого трофейного устройства. Я, честно говоря, немножечко в шоке, но благодаря таким ребятам, которые набивают эти трофеи, мы подобного рода информацию и узнаем, поэтому обязательно спуститесь в описании, поддержите Калибра, перейдите на его видеоролик, поддержите его лайком, подпишитесь тоже на его канал, потому что ребята стараются набивать все трофеи, то есть уже у нас, получается, 3 или 4 трофея эти ребята набили, поэтому максимальную поддержечку данного видеоролика, если вам нравятся подобного рода видосы, подписочку на канал также оформляйте, ну и, конечно же, не забывайте нажимать на колокольчик, дабы не пропускать новые видеоролики. У меня, друзья, на этом все. Пишите все, что вы думаете. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока. Пока.